Человеку, который не особо разбирается в искусстве, на выставке будет все равно интересно. Тут получаешь удовольствие не сколько от техник написания картин, а эстетическое. Прелесть в том, что тут представлены произведения разных художников, соответственно, палитра стилей разнообразная, как говорится, на любой вкус и цвет. Ну, известно, что вот хоре-буряты появились, вот прародительницы, царицы-лебеди. И вот по мотивам этого мифа вот данная картина. Вторая, она называется «Зонтики». И, ну, как бы основная идея была, что одно из украшений, головных украшений бурятских женщин, бывают вот такие вот, как бы, в виде зонтиков. Если обратить внимание, кто ходит на такие выставки, то тут присутствуют люди всех возрастов. Молодые, пожилые, среднего возраста. То есть у выставки может и быть возрастное ограничение, а вот и у искусства, в общем, его пониманий нет. Кстати, возрастное ограничение выставки 6+. Есть ли в Бурятии, так, ну, в живописи старая школа и новая школа? Ну, я думаю, да, прослеживается веяние новой моды. Конечно, мало живописцев молодых, скажем так, но если сравнивать, то действительно и по цветам заметна разница, ну и по тематике, в общем-то, меняются немного критерии в живописи. Но молодых живописцев в Лан-Удэ маловато. Маловато. Хочется, да, чтобы побольше было, ну и чтобы более ярких, чьи работы сразу бы как-то запоминались. В союз художников в Бурятии входят 84 человека. Это живописцы, скульпторы, мастера декоративно-прикладного искусства, ювелиры, мастера буддийской живописи и искусствоведы. Все они и их работы – это отражение нашей республики. Чем искусство в Бурятии отличается от других регионов? Вот есть ли как-то что-то особенное? Как вы думаете? Есть, конечно. Что? Так же, как наша природа отличается от других регионов. Все к нам приезжают, говорят, что у вас больше всех солнечных дней, чем у нас солнечных дней больше, чем в Сочи. Отсюда и работы, вы видите, все цветные, яркие, жизнерадостные в основном. Выставка открыта с 3 по 31 декабря. Здесь вы сможете насладиться работами как заслуженных мастодонтов художественного ремесла, так и молодых мастеров. Илья Балханов, Жаргал Ирдынеев, телекомпания АТВ.